Приветствую вас! И вопрос о зависимости тесно связан с потребностью мужчины, потребности вообще любого человека. Зависимость в общем, в широком смысле, это означает пустоту в душе сознания человека, пустоту, которую он пытается заполнить чем-то, и пустота это связана с каким-то внутренним конфликтом. Соответственно, существует два направления работы с зависимостью. Первое, это работа с внутренней стороны, выявление этого конфликта, выявление причин этой неудовлетворенности и понимание того, что игры, зависимо от инкомпьютерных игр, являются всего лишь сублимацией. То есть, переносом нереализованной энергии, которую мужчина не может по какой-то причине реализовать, на то, что для него более доступно. И невозможно реализовать ее в том, в чем изначально ему бы очень хотелось. Поиск вот этой вот изначальной реализации энергии, поиск этого конфликта, поиск этого блока, который толкнул мужчину на то, чтобы играть в игры, и является внутренним направлением работы с зависимостью. Для этого нужно определить, в каком моменте мужчина начал играть конкретно, то есть, в каком моменте появилась зависимость, и подробно рассмотреть обстоятельства того периода, чтобы выявить, в чем же мужчина потерпел крах, в чем мужчину оттолкнуло от того, что он делал раньше, почему он потерял надежду. Далее следует понимать, что игры есть на отыгрывание роли, то есть, в играх реализуется та общественно-социальная роль человека, иногда связанная с какой-то более личной формой ролевого проявления. Ну и на понятие, значит, какую роль, и что именно мужчина восполняет в играх. То есть, что он получает в играх, какого, чего не получает в реальной жизни, и постараться это ему дать. Это тоже, по сути дела, работа с внутренней стороной. Понимание мотивов и причин, стимул, стимулов, значит, для того, чтобы играть в как бы данные игры. Понимание того, что они дают человеку. Понимание этого даст возможность заменить постепенно, значит, игры заменить чем-то другим, чем-то более конструктивным, более полезным, более правильным, не вызывающим зависимость. И дающим более полную удовлетворенность, потому что мы понимаем, что зависимость проявляется тогда, когда человек в результате каких-то действий вроде бы свою потребность удовлетворяет, но в то же время недостаточно, ему нужны еще и еще дозы. Внешняя сторона работы зависимости заключается в том, чтобы объяснить человеку, что он сам себе вредит. Потому что для начала необходимо желание самого зависимого человека с его проблемой бороться. если делать это против его воли, то, естественно, ничего не получится. Это понятно. А что бить не, пока дать ему все деструктивные моменты, дать ему мотивацию для того, чтобы он захотел бросить игру. Ну а дальше, дальше нужно заниматься исключительной коррекцией поведения. То есть, во-первых, сопровождать и стимулировать постоянную интенсивную форму поведения у мужчин, если бы он все время был занят, чтобы сильно уставал, чтобы у него не было времени на то, чтобы поиграть. Дальше, избавление, очищение, устранение человека от всех элементов, которые напоминали бы ему о игре. Сделать это довольно сложно, но если начать, то избавление от всего лишнего очень дальше скажется на оздоровление жизни человека, на оздоровление жизни пары или семейной вообще, и таким образом простимулирует к чему-то новому. Допустим, вы уберете компьютер, или вы его, не знаю, продадите, или что-то еще, и шеет, а вместо этого всегда можно сделать что-то другое. Тут нужно подумать, подойти к вопросу творческий, и тогда все у вас получится. Ну и, собственно, постоянно поддерживать мужчину, потому что на первых порах энергия, которая привыкла реализовываться в играх, не будет находить выхода, и из-за этого мужчине будет довольно тяжело, и тут ему нужна поддержка и помощь в том, чтобы вновь учиться набрать энергию в другие русла, чем привычная игра в эстезе. Вот, примерно так можно отучить мужчину от игровой зависимости. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остальных, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, пожалуйста, сделайте его лучшим. Буду благодарен. Пока желаю вам удачи и всего доброго. Продолжение следует...